Здоров! Здоров! Как здорово? Отлично, спасибо, ваши как? Спасибо, тоже хорошо. Редко свяжешь нормальных людей. Реально. Да ладно, меня больше бесит то, что, блин, Путину, блин, сроки обнулили. Вот это, сука, бесит. Вот. Поправки... Он новую партию открывает. Нет, он не открывает новую партию, он объединяет ее. Почему мы не делаем, уже уволили? Ну, его не уволили, он сейчас отошел. Он сейчас станет главой объединенной партии. Они уже планируют новую партию создать. Да не новую партию! Ну, они объединяют две, Единую Россию и Объединенный фронт. Но это не новая партия, это будет объединение, это Банконгломерат. Ну, в фронте он и выиграет. Новый фронт. Ну, мы имеем ту власть, которую мы позволяем, типа, которую мы достойны. Ну, видите, поправки внесли, улицы пустые. Пенсионный блок расподняли, люди, улицы пустые. У людей, блядь, еду отобрали, улицы пустые. Ну, значит, людям все нравится, типа. Да нет, я говорю о том, что никто не протестует, никто не оглашает. Все сидят по домам, берут и роются в помойках в поисках плесневелого хлеба. И мусорной жижей вместо масла натирают, хавают и славят имя действующего президента. Да, я знаю, я знаю. Поэтому, если всем нравится, то типа, значит, это мы, мы Ветон. Ну, дело в том, что, видишь, прости, я просто тебе расскажу. Я, вот, вылез, я служил четыре года, четыре года, ну, два года так, а потом по контакту пошел. Четыре, ну, три года, два года я в горячих точках сижу. У меня сорок лет. Угу. У меня пенсия 15 тысяч рублей. Ну, пожалуй, это нормально. Да, подожди, скажи же, меня, пожалуйста, и что? Я не думалец. Мне государство квартиру до сих пор не дало. Ну, так, а, типа, это капитализм? А схуя ли оно должно давать? Это капитализм. Да, нет, отдел то, что. Когда-то по документам я, когда узнал, государство же забрало мое жилье, которое я наследником был, своего жилья, оно же подобрало себе этот мусор. Ну, да, ну, нормальная тема, да, безусловно, это так. А хуй с ним, пускай сдохнет на улице, бомжара, ебаный. Ну, получается, да, так. Ну, а что, что вы хотите от захваченного государства? Я убивал людей, которые убивали реально детей мирных. Я убивал тех людей. И то, что, и, как бы, то, что вы воевали на стороне государства, преференции вам перед... Да, 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 Российская Федерация, ебаный. То, что вы воевали за нее, вам никаких преференций не дает. Вы в точно такой же позе, как и все россияне. Просто, в отличие от других, вы еще и убивали. То есть, вы еще и напрямую подчинялись действующей власти. Вот и вся разница. Ну, так и говорят, так говорят же, типа, служи дурачок, получишь значок. Ни ног, ни конечности, а вот тебе кусочек с саной меди. Ну, а за что еще люди убивают? А я не уважаю никого. Ни Путина, никого. Лена, братан, не уважаю. Ну, так, а то, что вы не уважаете, это... Жизнь-то лучше не сделают ни вашу, ни других. Да, нет, молодежка тоже. Это будет новая революция. Ты в курсе? Сам знаешь, грамотный. Ну, это не будет никакой революции. Скоро будет? Да, ну вы бросьте. А будет? Подняли. Людей лишили пенсии, никто не вышел. У людей отбирают жилье, никто не выходит. Ах, меня вот, смотри, вот меня. У меня 40 лет. Я бомж. Российской Федерации. Я тоже бомж. Я тоже бомж. Я клянусь, я бомж. Так, а у меня не... У меня тоже нет жилья. Я воевал в России. Я снимаю. Да и что? И что? Чем вы лучше других россияней? Естественно, что вы людей убили? Поймите. Ну, пойми. Я за всех. Тех, которые... Да ни за кого вы не воевали. Вы воевали по указке действующей власти. Власть решала, кого вам убивать. Власть решала. Я пошел, дебил. Я дебил. Да, безусловно. Это так. Это так. И тут как бы никто не спорит. Вы действовали в интересах действующей власти, а не людей. Не люди заходили вовнутрь страны и убивали. А вы за пределами страны где-то кого-то валили. Разница просто критическая. И вы ничем не лучше типичного россиянина. Вы даже... Но мир-то в России есть, правильно? Нет. Нет в России. Нет в России мира. Нет, все равно уже есть. Нет, людей набутыливают каждый день. Закидывают, блядь, коктейли Молотова в квартиры за то, что те не платят кредиты. Людей, блядь... Ну... Я у вас взял, да. Я взял, потому что мне государство... Девяностые живут в России. До сих пор, да. Внутренние люди, людей сами выпиливают. Какой мир? Россия со своим желанием вторглась в Сирию и убила тысячи людей. А сколько людей умерло в тюрьмах? А сколько людей умерло в этих... В ожидании? Да, да. И какой мир-то в России? От революции и ебаной революции. Да не будет революции. Что Мальцев звал? Что Немцов звал? В России я тебя предъявил. От той революции первой революции. Когда просто ни за что. Сталин? Потому что он вор в законе был. Падла ебаная. Ну, тут не все так однозначно, на мой взгляд, по поводу Сталина. Он ворули, рулил. Сколько обычных ученых наших убили. Все. Воровано и неизвестно. Воровано у кого? Давайте так сделаем хорошо. Хорошо. Сталин? Бывший вор. Вор. Да хоть трижды вор. У нас сейчас все от Думы. И че? Да, вор. Я еще... Блин, ну что-то я сказать. Хотел сказать. При Путине закрыто более 5000 школ. При Сталине больше 5000 было открыто. Они все воры. Ну, так а разница какая? А депутаты, руководят, которые он даже сам лично не знают. Там были открыты школы, разработаны заводы, разрезы и так далее. Здесь все закрыто и развалено. Так, ты, можно тебя перебью? Когда революцию создавали, революцию... Какую лишь? Ну, которую, что, на дню. Я при дяде лучше живу на данный момент. Дядя мне обеспечил жильем. Дядя мне, депутаты, живьем подарил. Я на него 20 лет работаю. Он мне живьем подарил. Ну, так это дядя молодец, но не Сталин же? Или не Путин? Да нет. Не Путин в те времена до Сталина-то. До революции, понимаешь? Я про то говорю. Так же наши прабабки жили. Я свою прабабку знаю. Ну, до революции люди, блядь, жили в землянках. Жили. И богато жили. Да, но... Ой, да не надо. Ой, да не надо. Богато жили. Очень богато. Ты, прости, я просто тебе не сказал, что я цыганская линия. Прости. Вы цыганская линия... Я с цыганами не дружу, потому что они меня сами ненавидят. Потому что я живу против их. Которые наркотографию жгуют, я против. Я против их. Они меня ненавидят. Та же. Они отказались от меня. Сосиного, своей породы отказались. Понимаешь? Ну, потому что вы же не еврей, вы же цыганин. Были бы вы евреем, вас бы уже экстрадировали. Да, да нет, да слушай, пожалуйста. Сейчас, на данный момент, вот так живу. Меня цыгане, собственно, отказались, потому что я отказался наркотографировать. И против... Я против этого всего. Ну, это нормальная позиция. Руками деньги. Так, а почему они вообще должны как-то каким-то тем или иным образом с вами взаимодействовать, если вы абсолютный уникальный человек? Я цыган. Такой же я родом цыган. Вы такой же цыган, как и любой житель России. И чё? Ну, толку-то, ну и чё? Я по-другому живу, по-другому. Я работаю чисто, зарабатываю деньги. Так вас на это... Так, а какая разница-то, цыган вы или нет? Какая разница? Это для них бесит. Сосиного моего родника. Да почему вас вообще это ебать должно? Ну, или их это ебать должно? Ну, их-то понятно, потому что им делать нехуй, а вас-то? Ну, знаешь, потому что отказались меня, моя родня. Что отказались? То, что я не такой, как... Ну, так и... Ну, и ладно, ну и всё, ну и стройте свою жизнь. Так, у меня есть, у меня 8 детей. Я обеспечил семью, у меня... У всех детей есть квартиры, я купил. Не воровал. И чё, и дети вам не помогают? Да они маленькие у меня. Ну, я самому старшему 9 лет. А самому младшему будет... Так, если вы купили каждому ребёнку уже по квартире, и вы бомж, так вы, получается, я не понимаю, ваше... Я купил, себе купил, я бомж, себя взрываю бомжом. Мне государство ничего не дало. Ну, типа, ну да, государство вообще никому толком ничего не дало. У меня мать на Крайнем Севере прожила всю свою жизнь, и тоже нихуя не дали. Да дело в том, что я в детдоме вырос. И чё? Ваши родители накосячили, ваши родители идиоты, потому что они родили ребёнок. Да так не бывает. Ну и чё, типа, женщина 9 месяцев ходила, такая, ой, ебать, нихуя себе, я потолстела. А потом хуяк села, покакать, и получился ребёнок. Ну, типа, ну чё вы мне, блядь, сказки рассказываете. Нет, пойми, пожалуйста, я-то сам не поверил. Я чувствовал, что мне есть брать и всё. Вас наебали, типа. Да, это да, что, наебали. Ой, почему? Ваши родители, вместо того, чтобы заработать денег и обеспечить вашу жизнь достойной, родили вас, как поганый кусок мяса, блядь. Сдали хуй знает куда, и теперь вы говорите, что государство виновата. Предъявляйте своим родителям. Предъявляйте родителям. Трупам. Ну, значит, блядь, трупом, потому что эти люди не думали головой, когда рожали вас. Они же вы были, обосрались. Ну и чё? Ну, так об этом и речь. Они ничего не могли, они обосрались, прямо сказали, что стыдно. Так, а почему тогда вы перекладываете обязанности своих родителей на государство? Да потому что государство получило жильё. Государство забрало территорию. Ну, да, пиздец. Государство, блядь. Тут мне, по правде. Я же живой не сдох. Они же меня не погубили. Ну, так а вы сколько судов прошли, чтобы жильё вернуть? Два суда. Два суда. Ну, не получилось. Так, а где третий? Третий я не пошёл. Плюнул. Устал. Значит, опять же, мы приходим к чему? Это вы не хотите воевать, не хотите бороться. Ваши родители не хотели бороться за вашу жизнь, а вы не хотите бороться за свою. Зато у меня дети все обеспеченные. Квартира у меня. А я себе студию купил. Вот я, студия. Я бомж. Я студию купил. Я не понимаю. Если у вас хватило денег для того, чтобы купить каждому ребёнку, блядь, по квартире. У вас там 9 детей, 9 квартир. А я бы сюда же сломал, перегнул. Так, а тогда вам, вы почему, если купили, блядь, всем по квартире ребёнком, так и сдавайте их, блядь, зарабатывайте на жизнь эти... Они деньги получают, деньги получают от этих квартир. 18 лет будет, они решат сами. Что делать? О, вы какой-то, ну, какой-то критически странный человек с абсолютно эксклюзивным, уникальным восприятием. Немножко не понял меня. Я критически вас не понимаю. Что вас тогда не устраивает, если у вас... Я развился с женой. У меня дети от жены, от любовницы. Ну, квартиры купили. Они сдаются. Дети Даршина. Дети Даршина. Тогда вы крайне глупый человек, если вы чужим детям покупаете детям. Нет, нет, они, нет. Они, дело в том, что они получают деньги от этих сгнёмных квартир, которые сдаются. Вы абсолютно странный человек, что вы чужим детям покупаете квартиры. Квартиры, мои, мои. В смысле, вы их воспитываете эти? Вы детей этих воспитываете? Да я каждое выходное вижу. Вы их воспитываете? Да. У вас сейчас... Где ваши девять детей? Вы каждый день должны ими заниматься. Каждый день. То, что вы воскресный папа, это просто говорит о том, что вы дурак. Вы воскресный папа, вы не отец. Вы воскресный папа. Вы дружочек, который приходит и покупает конфетули чужим детям. А пока вас там нет, вот, а ваших детей воспитывает женщина и её новый ёбарь. И тот, кто ёбёт во все дыры вашу жену, бывшую, воспитывает ваших детей. Либо ваших любовниц. Но не вы. Вы просто человек с конфетами. Это не ваши дети. Это дети ваших бывших женщин, их новых ёбарей. Приходят просто потрахаться? Да. То есть ваши женщины бывшие ещё и воспитывают ваших детей в ситуации бледонника. Ёбаной портовой проституции. И вы считаете этих детей своих? Эти женщины уже давным-давно этих детей против вас уже настроили. Эти дети ещё чуть-чуть, и они будут плевать вам в лицо кислотой. И вместо того, чтобы устроить свою жизнь и пожить хотя бы немножечко времени для себя, вы кормите чужих детей, которым вы... Да сху**ли они ваши. Вы их воспитываете. Да это не ваша, блядь, кровь. Это ваши были бы дети, если бы вы имели на них права. Вы на них не имеете никаких прав. Вы имеете на них только обязанности. Вы обязаны их содержать, одевать, обувать, платить алименты и всяточи... Нет у меня проблем с алиментами нет. Так у вас нет проблем. А в один прекрасный момент одна женщина, которой вы условно там не платили алименты, подаст на вас на алименты и всё, и попадёте вы на несколько десятков миллионов. Они получаются. Детям я квартиру купил, а они оттуда деньги получают. Понимаешь, о чём говорим? В большинстве случаев женщины до конца не подают на алименты, потом через 5-6 лет подают на алименты, на вас вешают задолженность за 6-7 лет, и ниху**ли вы потом не докажете, будете платить десятки миллионов. Я заберу, и всё. Что вы сделаете? Заберу. Что вы заберёте? Своё чадо заберу. Су**ли вы его заберёте. А легко. У меня денег больше, чем у неё. И что? Мозгов. У вас денег больше, чем у них, но при этом дети с ними, а не с вами. Кого вы тут рассказываете? Ну мы взрослые люди. Я не плачу. Чё им мучаться-то? Я своих детей всё равно не бросаю. Потому что мои дети. Да, это не ваши дети. Это дети кого угодно, только не вас. Вы просто человек с конфетами, не более того. Я отец родной. Какой? Отец тот, кто воспитывает. А вы просто дядя, который... Она одна живёт, с тёщей, с моей родной. Да вообще, с кем она живёт? Вы не воспитываете своих детей. Вы просто дурачок с улицы для этих детей. Даже если её каждый день еб**т 18 человек, вы всё равно не отец этих детей. А как я говоришь так нахуй, пиздец? А как ещё говорить? Ну там 40 вас генов, 20 у мумба, ещё несколько хуанусов. И эти все люди имеют равные с вами права на этих детей. И они их свободно могут воспитывать. А вы нет. А я ген. Ген. Кто? Я ген. В смысле ген? Ген. Ген, знаешь, что такое? Ну, это что, аббревиатура или что это? От чего это? Я реальный отец. Ген. Вы реальный отец? Это тот, кто не только зачал, но и воспитал. А вы... Это кто, кто я, а не они, никто. Где ваши девять детей сейчас? Покажите их. Сейчас у меня, я в студии. Я сейчас недавно только приехал домой. Ну так а где ваши дети? У одной, у другой они... Ну вот они там и воспитываются. А вы просто кидаете деньги. Всё. Вот и всё. Ну, блядь, они обеспечены. Чем они обеспечены? Кого? Женщиной какой-то, которая вряд ли имеет понятие воспитания детей. Кем? Если баба меня хочет, я трахаюсь. Понимаешь или нет? Ну, быкосеменитель. Ну и чё? Ну всё. Молодец, правильно. Так и чё? А у быкосеменителя какие права на детей? Он просто... Его привезли, он потрахал, его увезли. Всё. Да какой вы нахуй отец? Отец тот, кто... Кто-то не только зачал, но и воспитал. Тот, кто... Я воспитываю, я даю деньги, всё. Нет, вы даёте деньги, вы не занимаетесь воспитанием. Я езжу. Да, вы кидаете конфетками и всё. Вы не воспитываете этих детей. Вот если бы вы читали бы им сказки каждый вечер, каждое утро вы бы занимались с ними математикой, русским, чтением, вы занимались с ними кубиками. Вот это воспитание. Учили бы их рыбачить, варить сваркой, собирать табуретки. Я услышал тебя. Я услышал тебя. Вот это воспитание. Вот это образование. А вы просто кидаете деньгами. Очень грустно. Очень грустно, что... Зато они на улице, они сытые, довольные. Понимаешь? Да с хуя не довольные. Если бы у них была полная семья, они были бы довольны. Они на улице. Где ребёнку не нужны деньги. Ребёнку нужна семья. Ребёнку нужна семья. А вы даёте им какую-то безумную бабищу и деньги. Хорошо, хорошо. Сколько самому младшему? Вашему? Да. В 4 месяца. Самому старшему сколько? 9 лет. Хорошо, ему 9 лет. Добро. На скольких музыкальных инструментах он играет? Он тихоанда ходит. На скольких музыкальных инструментах? Хорошо. Какой у него уровень рисования? Рисование его не интересует. Во сколько лет он начал читать? Читать он начал поздно. О каком вы воспитании сейчас мне говорите? Ваш ребёнок не отличается ничем, блядь, от любого другого на этой планете. Пожалуйста, прошу тебя. Я правду тебе скажу, я тебе правду и начал говорить. Потому что мама пьяная на ребёнка напала. Она ему создала, знаешь что, филепсию. Охуенно. И вы этой обезумевшей, полоумной какой-то хуйни оставили своего ребёнка? Да нет, я её чуть не убил. И чё? И по итогу, где ребёнок? У неё или у вас? Сейчас, на данный момент, она с бабушкой, с дедушкой. А не бабушка? Про бабушкой. Сука. Вместо того, чтобы ребёнка воспитывала семья, ребёнка воспитывает, блядь, бабушка с дедушкой. Я развёлся с ней. А кому я могу доверить? Про бабушку? Ой, блядь. С ней она, сейчас она не живёт. Ай, нахуй этот разговор, блядь. Сука, хоть плачь, блядь, хоть плачь. Субтитры сделал DimaTorzok